Здравствуйте! В эфире Капитал, программа о деньгах и финансах. В студии Евгений Макитрюк. Смотрите сегодня. Какими деньгами предпочитают рассчитываться амурские предприниматели по международным контрактам? До какого числа физические лица должны заплатить налог? Прибавку, в каком размере получат работающие пенсионеры? И лимит на что хотят установить депутаты Госдумы? Впереди только самое интересное. Оставайтесь с нами. Впервые курс американской валюты достиг отметки в 60 рублей и 22 копейки. Это произошло во вторник 28 июля. Евро также подорожал, а вот рубль наоборот дешевеет на фоне падающей в цене нефти. Центр макроэкономических исследований Сбербанка предупредил, что Россию может ожидать валютный шок из-за колебаний доллара и евро. Произойдет он, по мнению аналитиков, в четвертом квартале 2015 года. По прогнозам, курс доллара будет колебаться в коридоре 50-60 рублей. В связи с нестабильностью бумажных валют, россияне все чаще предпочитают хранить сбережения в твердой валюте, золоте и других драгметаллах. Амурские предприниматели предпочитают производить расчеты в юанях. Об этом сообщает банковских операций в этой валюте в Благовещенске вырос почти в 2,5 раза. По данным Благовещенского отделения Банка ВТБ, только за второй квартал этого года объем расчетов между клиентами в национальной валюте Поднебесной составил 49 миллионов юаней. А за полгода количество по внешнеторговым операциям превысило 72 миллиона. На сегодняшний день банк обслуживает 61 счет, оформленный в юанях. Валюты КНР, Амурчане и их иностранные партнеры предпочитают рассчитываться за лес, сою, а также поставку машины оборудования, продукцию химической промышленности и продовольственные товары. Такие платежи, по мнению аналитиков, наши предприниматели используют, чтобы отвязаться от дорожающего доллара и снизить валютные риски. Амурчане будут платить налоги по-новому. Сроки сдвинули, имущественный, транспортный и земельный налог теперь необходимо погасить до 1 октября текущего периода, то есть на месяц раньше. Кстати, в 2015 нам в последний раз придется заплатить пошлину на имущество, исходя из инвентаризационной стоимости объекта. Со следующего года она будет складываться из расчета кадастрового показателя, а он, как правило, приближен к рыночным ценам. Рассчитать имущественный налог каждый может самостоятельно. На электронном сайте ФНС России www.nalog.ru имеется специальная рубрика «Налог на имущество физических лиц-2016», в которой размещен калькулятор. С его помощью можно рассчитать сумму пошлины, что предстоит заплатить в следующем году. Для этого необходимо заполнить определенные параметры, к примеру, наименование объекта, его площадь, кадастровую стоимость и другое. Владеть катером или моторной лодкой в Преамурье станет менее накладно. Налог на маломерные транспортные средства будет снижен. Решение вынести данную инициативу на обсуждение депутатов ЗАГС Собрания было принято на встрече главы региона Александра Козлова с жителями Зейского района. Из-за специфического географического положения в некоторых северных районах сухопутные перевозки невозможны, а значит, для многих катера и моторные лодки являются единственным возможным доступным транспортом. Согласно законопроекту, для транспортных средств с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил будет взиматься 30 рублей с каждой лошадиной силы, мощностью от 50 до 100 лошадей – 60 рублей, свыше 100 лошадиных сил – 100 рублей. Ранее собственники водных транспортных средств платили из расчета 100 рублей за каждую лошадиную силу за судно мощностью до 100 лошадиных сил и 200 рублей свыше 100 лошадей. Пошлину, которую россияне точно платить не будут, это налог на бездетность. На предложение Владимира Жириновского ввести подобную пошлину президент России Владимир Путин ответил категорическим отказом, обосновав это тем, что законопроект не имеет никаких моральных оснований. 1557 рублей в среднем заплатят каждому работающему пенсионеру Амурской области – 1360 рублей в качестве единовременной выплаты и 197 рублей как ежемесячную прибавку к пенсии. Сделают это в рамках ежегодного августовского перерасчета, который пенсионный фонд произведет автоматически и индивидуально. Размер надбавки будет зависеть от периода работы пенсионера и суммы страховых взносов, поступивших от работодателей в Пенсионный фонд России. Выплаты начнутся с 3 по 20 августа. Их получат 64 358 амурчан. 160 участников – производители, изобретатели, новаторов и поставщиков – примут участие в этом году в выставке «Амур-экспофорум», которая второй раз подряд станет международной и пройдет в общественно-культурном центре Благовещенска. Многочисленные экспонаты и палатки привычно расположатся как в здании, так и на площади ОКЦ. Но у выставки будут и свои особенности. Какие – об этом прямо сейчас. Многочисленные ряды палаток, тяжелые техники и автомобили – все это уже совсем скоро, 8 августа, появится на площади у общественно-культурного центра Благовещенска. В этот день откроется самая крупная областная выставка «Амур-экспофорум-2015». А в самом здании ОКЦ предприниматели изобретатели плотно займут два этажа. На участие уже подано 160 заявок, так что масштабы ярмарки будут огромны. Поэтому для посетителей впервые в холле ОКЦ установят интерактивную карту «Два ГИС», по которой можно будет легко сориентироваться на месте и не потеряться в экспозициях. Это будет интерактивная карта мероприятия данного. На ней каждый посетитель может подойти, посмотреть свое местоположение, посмотреть местоположение участников на «Амур-экспофоруме» и узнать основную информацию, то есть о компаниях, чем занимаются, контактные данные. Располагаться будет в фойе ОКЦ на первом этаже и из себя будет представлять такой электронный терминал, сенсорный, на котором можно будет поработать. На выставке традиционно представят инвестиционные проекты «При Амуре», «Белогорск» и «При Амурское». Планируется выступление индийского творческого коллектива и первое участие одного из крупнейших российских туроператоров «Анекс Тур». Участие в выставке примут самые разные компании из Амурской области, Москвы, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Биробиджана, Владивостока. И, конечно, на «Амур-экспофорум» приедут представители КНР. Вот только хлебом и солью их никто встречать не будет. Открытие выставки пройдет в современном формате. Не будет девушек с караваем, но наше гостеприимство российское мы тем самым не убрали. Будет более официальная часть с кнопкой, с фейерверком. После этого официальная делегация пройдет по нашим выставочным местам. Все зрители будут наслаждаться концертом. Творческий коллектив нашего города. В Благовещенске международная торгово-экономическая ярмарка продлится с 8 по 10 августа. На острове Большой Хэхэ с 13 по 15 августа. Она будет иметь геополитическое значение. Китайская сторона приглашает к сотрудничеству деловые круги Шанхая, Пекина, Доляне и других крупных городов Поднебесной. Олеся Севаченко, Игорь Карпов, программа «Капитал». Купцы 21 века, 28 июля, отметили свой профессиональный праздник. А поздравления и подарки благовещенские предприниматели начали принимать накануне торжества. В пятницу в зале общественно-культурного центра прошел праздничный концерт по случаю Дня работника торговли. Вы стоите на самых передовых рубежах этой деятельности. Сам занимался торговлей очень долго и производством тоже в то же время. Я вас от всей души поздравляю с этим светлым праздником. Пожелать, конечно же, здоровья, красоты, любви. Наиболее выдающимся представителям торговой сферы, таких оказалось почти три десятка человек, администрация Благовещенска вручила почетные грамоты и благодарности. Здесь же назвали победителей конкурса «Лучшее предприятие торговли города Благовещенска». За громкое звание боролись 27 фирм. Лучших определили в трех номинациях. Им достались памятные дипломы и ценные призы. Российские рестораны могут обязать сформировать свое меню на 50% из блюд русской кухни. Есть вероятность, что такое новшество коснется предприятий общепита, не имеющих национальной специализации. С подобной инициативой выступил депутат Государственной Думы Вадим Соловьев. Проект закона о регулировании деятельности предприятий общественного питания поступит в парламент уже этой осенью. В частности, законодатель предлагает установить для всех ресторанов и кафе, не являющихся национально специализированными, обязанность иметь в своем меню не менее 50% блюд традиционной русской кухни. По мнению депутата, это должно привести к возрождению и развитию гастрономических традиций России и поспособствовать привлечению иностранных туристов. Подобная практика уже есть в Белоруссии, где все точки общепита, помимо специализированных, обязали иметь в своем меню страницу из блюд белорусской национальной кухни. На этом все. Смотреть новые выпуски Капитала вы теперь можете также в эфире информационного агентства «Город» и на ТВ-центре. Вновь пересматривать интересные выпуски вы всегда можете в социальных сетях, на страничке Первого областного канала в Фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайте Порт-Амур в разделе ТВ-проекты. Я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!